Расскажу вам, как у меня обычно это все происходит. Отрезала спидоречку лимона в чаечек, положила его в холодильник и благополучно забыла о нем. И вспомнила только тогда, когда он покрылся сантиметром плесени. Поэтому теперь делаю всегда только так. Купила, помыла, нарезала, заморозила и хранила в таком мешочке. Все. По необходимости, когда нужно бросить вам этот лимончик в чаечек, достали эту дольку, положили в чаечек. Не горчит, не темнеет, ничего с ним не происходит. Сверху за 10 минут, а не за 2 часа. Погнали. Берем свеклу, намываем, обмываем. Берем обычный мешочек, желательно. Можно и кладем туда нашу свеклу, намытую, обмытую. Хорошенечко завязываем. И делаем дырточки. Много дырточек. Штучек 6-7-8. Одной мало. Ставим в микроволновочку на 10 минуточек. Ну и ждем. Сразу, конечно, не торопитесь мешочек разрезать, а то там пар, будет больно и все такое. Дайте чуть-чуть отдохнуть ей. И смотрите, она готова. Число. Только 10 минут готовилось. Готовим ашота за 2 минуты. Полторы минуты на приготовление, полминуты на подготовление. Кладем яички в холодную водичку, ставим в микроволновочку на полторы минуточки. Смотрите, какая красота у нас получается. Разрезаем. Желток жидкий. Как всем нравится. А вы знали, что для того, чтобы яйца хорошо чистились после варки, их необходимо немножечко столкнуть перед тем, как собираетесь их варить. Буквально немного, ни в древесине, ни в омлет. Чуть-чуть, чтобы старлупа немного треснула. Потом варите обычным способом, заливаете холодной водой, чтобы они остыли. Вуаля! Яйца прекрасно чистятся. Спасибо огромной девушке, которая мне это подсказала. Если вы у вас пивасик, но не любите пену, то вот вам способ как налить пивасик с минимальным количеством пены. Просто переворачиваем чашечку, ставим ее на бутылочку, потом все это дело переворачиваем. Ну, в общем, как на видео. И потихонечку поднимаем с минимальным зазором эту пивасику бутылочку. Если ваша раковина, как и моя, подустала совсем немножечко, ее надо и можно периодически восстанавливать. Нам понадобится самое обычное подсолнечное масло и то, чем можно втирать. Например, я взяла батни-диск. Вот так вот хорошенечко все размазюкали. И теперь самой обычной бумажной салфеткой на суховытили. Вот такая красота у нас получилась. Если вдруг очень хочется огурчиков, но нет открывашки, не беда. Нам понадобится только нож. Все повторяем, как на видео. Вырезаем вот такой треугольничек. Вы, кстати, будете очень сильно удивлены, как легко режется металл. Далее накручиваем вот таким образом, как на видео, на ножик и легко открываем. Метод, конечно, небезопасный, но действительно рабочий. Всем известно, что такую банку просто так не откроешь. Существует миллион способов. Я покажу вам самый-самый простой. Делайте ровно все так же, как на видео. Просто кладете банку на край стола, пару раз прокручиваете до определенного звука. И вуаля, баночка открыта. Если вдруг вам срочно-срочно нужно открыть баночку с оленей, либо чего-то другого, а открывашки рядом нет, вот вам способ. Руки в замочек, сжимаем, ждем соответствующий звук и вуаля, открываем баночку. Просто, быстро и в любом месте. Если вы еще не знаете, как очистить гранат быстро, а самое главное, чисто, тогда это способ для вас. Надрезаем вверху граната вот такую шапочку, но мы надрезаем только кожуру, а не прорезаем насквозь. Надрезали кожуру и немного приподнимаем, вот так вот, как шапочку. Далее, видите, у граната есть вот такие выступающие грани. Делаем такие же надрезы, просто прорезая кожуру именно по этим вылукным граням. Шапочку полностью снимаем, кладем гранат в воду, полностью его туда погружаем и уже разламываем его именно в воде. Поверьте, никаких брызг нигде не будет. Надламываем по нашим разрезам и потом ручками быстренько вот так вот чистим все зернышки от кожуры. Сверху плавает мякоть, не вижу в этом ничего страшного, вот так вот берете ситечко и ловите. Потом, конечно, зернышки лучше промыть и откинуть на дуршлаг. Вот такая вкуснота получается. Если вдруг вы не знаете, как быстро и легко очистить тушки кальмара, заливаем кипяченой водой, я заливаю прямо водой из-под крана и ждем буквально 2-3 минутки. И теперь просто смываем. Вот вам, пожалуйста, и не забывайте, что внутри тоже есть что выбросить. Пожалуйста. Разрезаем глубоко до косточки по кругу. И еще раз. Делим на 4 части. Убираем косточку и отрываем кожуру. Авокадо очищен. Пусть увидят это видео те, кто чистит авокадо как картошку. Аминь. Знаете, как легко очистить апельсин от кожуры? Сейчас покажу. Режем. Открываем. И... Вот так. И потом вот так дольки легко отрываются. Пользуйтесь. Видео о том, как выдавить сок из лимона без кусочков, комочков, косточек и т.д. Вид такое. Вид. Какой бракет. Видя. Слой. Какой же 채ìсни. Продолжение следует...